То, что вы увидите, основано на реальных событиях. Ребята, сегодня я расскажу о том, как я делаю настойку яблочную или же водку яблочную, кому там нравится. Назвать как хотите. Итак, ребят, 15 октября я взял 3 литра. В общем, 15 октября я взял 2 баллона самогона по 1,5 литра по 45 градусов. В один баллон я залил 300 грамм сока, обычного, пакетированного, с магазина. Осветленный яблочный сок и корицу добавил, 2 грамма. Со вторым баллоном я сделал 600 грамм яблок. Это по таблице написано, что можно 600 грамм сделать, 300 грамм сока. Ну вот я взял 600 грамм яблок, домашних, между прочим, из магазина. Помыл, почистил, порезал, засыпал. Как засыпал, резал и мыл я не снимал. Думаю, вам это не особо интересно будет. Как говорится, стиль нарезки яблок у меня универсальный. Я думаю, у каждого свой стиль. Кому понравится, так и лежит. Поэтому смысла снимать этого нет. Вы и сами разберетесь. Я просто процесс рассказываю. Ну вот и все. Засыпали. Это было 15 октября. Сегодня 2 ноября. У нас уже 18 дней прошло. Я каждые 2 дня стряхивал, что это, что это. Ну, в общем, и суть в чем? Тут у нас никаких изменений. Ну, как и следовало ожидать. Ничего, не осадка, ничего. Все как есть. А тут у нас, вот, ребят, смотрите. Яблочки просто потемнели. Сам самогон мутный стал. Осадок выпал. Так что, что и следовало ожидать. А теперь, что я сделал. Я вот это, мне кажется, вот это процеживать не буду. Тут ничего. Процеживать залю в эту бутылочку. Это процежу. Залью сюда. Уберу дня на три. Так как она мутная у меня. Скорее всего, еще осадок выпадет. Потом еще раз перелью. Уже полностью, чтобы кристально чисто было. И уберу еще дня на три. А после этого продегустирую. Как я сейчас буду это все процеживать, там это делать. Ну, его нафиг. Тоже снимать не буду. Ну, я не думаю, что особо кому-то интересно, как процеживать яблоки. Да, ну, не забудьте, как говорится, яблочки можно хорошо отжать с них. Алкоголь и соль. А можно не отжимать. Ну, на ваше усмотрение. Если не отожмете, просто чуть-чуть меньше продукта будет. А дожмете чуть больше. Все по градусам. Ну, не знаю, ребят. Я думаю, максимум 5 градусов потеряли. Как говорится, 45 было. Ну, наверное, 40-39. Ну, все, ладно, что говорить. Нам нужен результат. Значит, я сейчас, как и ранее сказал, все пройду, все манипуляции. И мы с вами уже увидимся на дегустацию. А там я расскажу. Что вкусно, невкусно стоит делать и стоит. Так что, поехали. Ну, что, друзья, у меня прошло ровно 3 дня. После того, когда поло не мутное было, я, ну, вы видели кусочек, там, как я процедил через душлаг. И залил бутылочку, осадок дал и перевил еще раз. И еще 3 дня дал постоять. Вот это у нас самогон на яблоках, а этот у нас на соки. Тем, кто с самого начала не смотрел, напоминаю, я взял полтора, два раза по полтора, короче, литра самогона. В один залил 300 грамм сока яблочного, а в другой 600 грамм яблок домашних нарезал. И корицы добавил по 2 грамма каждую палочку пополам и по 2 грамма вышло. Все это, на все про все у меня ушло, получается, настаивалось на яблоках 18 дней и плюс 6 дней. И того 2-4 дня вот это вот у нас еще получилось. Ну, а сейчас, как говорится, надо это все попробовать. Я вам скажу, вкусно, не вкусно. Например, с соком самогона я уже делал, у меня есть видос, там, кальвадос в перце. То есть, интересно, посмотрите, ну, там было 55 градусов изначально, а тут было 45. И вот прежде чем сейчас вот это все снимать, я, короче, взял необычный капель. Я не могу проверить спиртометром, потому что, не знаю почему, не могу. Он у меня падает там 20 градусов, пока 20 не может быть, потому что 45 было изначально. В общем, я его поджигаю, она вот так пыхает, горит. 20 точно будет. Ну, раз пыхает 38-40, 100% есть. Потому что водку в магазин уберем, она тоже не особо горит. А, да, и самое главное, я забыл сказать, что у нас только получится яблоки, сок, сахар я вообще не добавляю. Давайте попробуем. Это у нас обычный сок. Я его пробовал уже, еще раз повторюсь. В каком-то другом видео, и было 55 градусов. Ну так, что сделаем? На цвет. На цвет. Ну, на цвет давайте я это отмелью, потому что через графин сложнее, а рюмочки у нас одинаковые. Так, друзья. Ну, на цвет, если я не ошибаюсь, если у меня глаз не подводит, вот это у нас чуть-чуть темнее. Это светлее. Но я допускаю, что оно темнее, потому что не совсем хорошо, оно у меня отфильтровалось. Полностью все не осело, наверное, может быть, нужно было больше подвижать, но я уже не стал. Поэтому будем склоняться на это. Так, запах. Что на запах? Не знаю. Так, тут я не пойму. Сейчас. Здесь больше запаха самогона присутствует. Где-то там отдаленно что-то какая-то фруктовая норка. Ну, а здесь есть сразу яблочный запах. Где-то там отдаленно что-то какая-то фруктовая норка. Так, друзья, давайте выпьем. Я сейчас все тосты, самое первое, начинаю с этого поста. За здоровье. По нынешним временам здоровье стоит очень дорого. Так что, чтобы никто не болел и все были живы здоровы. Ну, самогончик. С сольтовым вкусом. В конце у нас вкус корицы, но небольшой. Так, закушу я это помидорка зеленая. У меня есть видео, где делается интересно, посмотрите тоже. Ну, что. Скажем так, обычный сольмогон чуть-чуть облагорожен, получается, сок. И сок добавили, за счет этого упал немножко градус. В общем, ребят, кто любит покрепче, чтобы не меньше 40, значит, берите как минимум 50 градусов. И разбавляйте ее, и у вас градусов 42-40, и всегда стабильно будет. Ну, тут я так попробовал. Ну, в принципе, нормально. Хороший вкус. Ну, ну, вот. Сейчас вот это попробую. Водички выпью. Уберем предыдущие вкусы. Да, тут прям яблочко нарезка. Ну, друзья, давайте выпьем. За то, чтобы у нас получаются хорошие настойки, получаются вкусные закуски, и чтобы все это у нас в доме всегда было. Рассказанное. У меня такая мини-вечина, ребята. Просто оболочки другой не было. Сделал бы это. Ну, и вкус от этого не меняется. Но на самом деле это ветчина. Так. Почему не закусываю? Хочу вкус попробовать. Послевкусие. Ну, в общем, не знаю. По вкусу, мне кажется, одинаково. Аромат тики здесь больше. И, наверное, все-таки вот когда яблоко надкусно, вот этот сок, вот он тут чувствуется. Здесь? Нет, здесь просто сладкое, чтобы фруктовое. Пока не знаю, не могу сказать, что у нас обязательно надо. Так, раз уж взял ветчину, надо ее попробовать. Что ее пробовать? Ну, вчера она и в Африке. Только там, наверное, с буйвола, с буйволятина, я пойду. С ослабнятина. Ну, что сказать, ребята? Бог вы знаете. Визит, не хочется просто самогон пить, хочется что-нибудь такое благородное. с девушками, с вещами, с буйволами. Наверное, я думал, это процесс долги, надо нарезать яблоки, положить, они у нас настаиваются, потом процеживают, туда-сюда, ну, не знаю, мне кажется, проще вот так вот сделать, дня три подождать, будет нормально. Особой разницы не почувствует. Но, для того, чтобы опроверить, если бы подтвердить, то, что я сейчас сказал, надо еще раз по второму кругу проверить, подумать. Друзья, вот на фоне у меня такой шум идет, вы не думайте, тут ничего такого страшного, это у меня, как обычно, самогон стоит, перегоняется, это индукционная плитка, так работает, такой звук. Ну, что делать? Как говорится, не ради выгоды я это делаю, а ради себя ухуянного. Не пью я эти казенные напитки. Да и знакомые, не любители, так что приходится гнать. А так как бак маленький, много не выгонишь. Так что, давайте еще раз это попробую. Да, еще раз. вот здесь улавливается вот химический состав, вот как вот на десенцию, берем какую-нибудь вкусовую. А здесь такой тонкий аромат, духи хорошего качества, когда берем у него тонкий аромат, а это вот дешевая подделка, блеска, но блески, но он не такой, не такой сильно, он не удает яблока, вообще непонятно, что-то фрукты, а тут здесь сразу чувствуется яблок. Ладно, еще раз по вкусу попробую. Так, друзья, давайте выпьем за то, чтобы мы всегда могли выполнить свои мечты, пускай не сразу, не завтра, не послезавтра, но медленно, и верно, мы всегда должны идти в той мечте, которая у нас есть. независимо от того, сколько нам с вами лет. Так что давайте, друзья, закрываем. Здраво будь, боярин! Глюштица водку делала. Извините, я закусывал, все-таки водка, не пиво, поэтому по вкусу что сказать. Ну, пить можно. Чувствуется, что-то не есть. Какая-то флопа. то, что яблоко я не нахожу. В конце идет в конце, у нас корица идет в конце, в конце, мы выпили, вопрос, что если вкус корицы, ну, неплохо, в принципе. здесь, 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 вот, вот она, все, я теперь вознюхал, здесь прямо вкус, у нас запах корицы с яблоком, здесь корица, запахи не чувствуется, она только, когда, выпиваю в конце, а здесь прямо запах корицы с яблоком, вот знаете, так, есть, ну, кексы, пироги с яблоком, когда корицу добавляют, вот такой вот аромат, да, аромат очень хороший, вот мне очень нравится. Ну, здесь, вроде, тоже вкусуцель, но здесь более, такой, я вам сказал, как эссенция, беру такой резкий. Давайте, друзья, выпьем за мир во всем мире. Жестное, наверное, все-таки имеют оба права на жизнь, но здесь получается немножко помягче, вот эти яблоки, если самогон прорвались, там, немножко, может быть, хвосты, может быть, там, голову, где-то, может, не давал, получается, я так думаю, что яблоки, всю эту гадость, теперь тянули, я вытянули, я вытянул яблочки, я даже не выдавливал, получается, что более помягче, а здесь немножко, ну, реже, но, в принципе, огромная разница, я не вижу, честно говоря, поэтому тут может быть еще проблема, то, что я тут 300 грамм, а тут 600 грамм ябл, 300 грамм сока, потому что сока чуть побольше, вкус сразу изменится, может, в этих попорциях яшился, поэтому, друзья, давайте, что сделаем, вердикт какой, эти два напитка имеют право на жизнь, это немножко долгий, это быстрый, но тут можно поэкспериментировать, соответственно, добавить чуть-чуть, больше, допустим, сока на полтора грамм, не 300, а 400, и можно эти послаще любить, помягче, сахарку может еще, я добавлю, напоминаю, сахар не добавлял, поэтому, друзья мои, что я могу сказать, все было очень вкусно, и аппетитно, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, ну, а я, что, буду дальше пить, а с вами я попрощаюсь, пока-пока-пока,